Всем привет! Ребята, вы на нашем основном канале Лепота ТВ. Мы прочитали ваши комментарии под нашими последними видео и увидели, что уже несколько человек написали о том, что хотят видео 24 часа в коридоре со всеми котами. Белька с Кевином долго нас уговаривали, но вот он сегодня тот день, когда мы снимаем это видео. Ну а вы, ребята, не забудьте поддержать нас лайками, обязательно пишите свои крутые комментарии, потому что именно из ваших комментариев мы выбираем самых классных комментаторов и передаем приветы в наших видео. Ну а мы начинаем! Вот так вот, да? Сейчас я вам расскажу, ребята, где мы проведем 24 часа. Здесь мы себе обустроили зону как бы спальни. Мы с Мишей сейчас болеем, вы слышите по нашим голосам и видите по нашим лицам, поэтому вот у нас тут пледик, подушечки, в общем-то, очень комфортно, похожая на кровать. Тут у нас в коридоре куча всяких кошачьих штук. Здесь у котиков различные лежаки, есть вот воздушный шарик. А еще, друзья, здесь мы видим, как Марусеша у нас спит в видеоняне. У нас тут есть пуфик, и мы, ребята, решили, что раз у нас 24 часа в коридоре, то и ванной комнатой, и туалетом, друзья, мы сможем пользоваться. Ой, чуть сладью не прищемила. Единственное исключение, ребята, это нам нельзя заходить на кухню. Но мы уже подготовились и перенесли себе сюда микроволновку. Мы даже принесли сырный попкорн, принесли фильтр с водой. В общем, все, чтобы у нас было, что нам кушать эти 24 часа. Ребята, а еще перед нашим челленджем я зашла в подружку и купила кучу всякой ерунды себе. Смотрите, я купила вот такую вот масочку для области вокруг глаз. И она, как вы думаете, в виде чего? Ну, конечно же, в виде кота. Смотри, Ореша. Ой-ой-ой. Так, друзья, я так понимаю, это пошло что-то не по плану, и это должно было выглядеть иначе. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, ко мне все пришли, ребят, потому что всем интересно, что тут происходит. Сейчас я стану большой кошкой и посмотрим, как на это отреагируют коты. Кевин, все в порядке. Ты, если что, успокой всех. Опа-на. Смотрите, как прикольно. Подождите, а как это вокруг глаз? Это сюда глаза должны лить? Ай, какое это все мокрое. Не знаю, мне кажется, что вот именно такая кошка должна была быть в фильме про Бэтмена. Женщина-кошка. Смотри, я керасцовала. Вот это было лишнее. И вот так это должно быть, по идее. Женщина-кошка зеро-мапа. Да, зеро-папа, я нормально все уши поправила? Да. Так, давайте теперь я вам быстренько покажу, что я купила. Поскольку, как я уже сказала, можно будет пользоваться ванной, я купила вот такое вот молочко для ванны. Смотрите. Видите, оно выглядит так, как будто это молоко, чтобы пить. Смотрите, я купила блеск в виде Кока-Кола. Вы знаете, ребята, что у нас с Мишей самый любимый напиток. Это, к сожалению, вот эта вся ерунда от Пайпси и Кола. Вау, мам, прям хочется в трубочку присосаться и попить. Самое крутое, ребята, смотрите, что это откручивается вот так за трубочку. И вот здесь вот такой вот блеск для губ. И ты вот так вот как бы мажешь, как помадой. И еще я купила вот такой вот блеск для губ. Тоже в виде газировки. Он должен пахнуть бананом. А еще у нас есть очень милое мыло. И это мыло какое-то странное, потому что ты, короче, тут берешь одну штучку и этим надо мылиться. Видите, типа лепестковое мыло. Как же я кайфую от того, что родители с нами в коридоре. Так редко бывает, что мы все вот так вот вместе валяемся в коридорах. Кевин, ну что ты за суслик такой? Мам, пап, может вы с нами поиграете? У меня настроение игривое, я бы даже в Лазарь поиграл. Ты чего, пап? Если что, ребята, это он меня за хвост схватил, поэтому я так сделал. Это чтобы я повернулся. Я тебя не хватал, а пощекотал, Кевин. Ну и что? Моим шерстинком было щекотно, значит схватил, папа. Котик, если вы хотите поиграть, то давайте я уберу нашу постельку. Пап, ты чего все складываешь? Мы же с тобой хотели сырный попкорн кушать и фильмы смотреть. Так мы здесь положим вот так вот. А, ладно. Ну что, ребята, мы берем оружие массового кошачьего бешенства и начинаем игру. Ореша, что это такое? Ты знаешь, что это? Конечно знаю, это Лазарь. Где он, где он, Лер? Видите, она уже смотрит на пол. Орешик, побежали. Мам, пап, что-то мне некомфортно, что у меня на хвосте эта штука. Кевин, ладно, давай сюда. Если вы хоть раз видели Кевина таким игривым на нашем канале, напишите об этом в комментах. Мне кажется, я сама не видела его в такой бесячке. Мам, пап, вы обещали приготовить нам попкорн. Давайте уже сделаем, пожалуйста. И микроволновку тащили, и водичку несли. Я очень люблю сырный. Так, публика, давай. Открываем попкорн. Сколько там его минут надо готовить? Зарапапа, ты не знаешь? Где-то три, наверное. Так, давайте почитаем, что тут написано. От двух до пяти минут. Мам, в полную силу. Так, какой-то этой стороной вверх. Ну что, друзья, открывай. Оу! Лили, давай, это небезопасно. Слезай отсюда. И запускаем. Сейчас Ореша, ребята, будет смотреть, как это все выглядит. Я вам говорю, она обожает смотреть на всякие такие штуки. Так, давай запустим пока на три минуты с половиной. И дальше будем уже смотреть по обстоятельствам. Сейчас Билька испугается, потому что он очень боится звука салютов. Он подумает, что где-то обстрел. Ребята, еще знаете, какой прикол? У нас никогда видеоняни не работает рядом с микроволновкой. Смотрите, сейчас я ее отнесу подальше. А через сколько примерно будет готово? От двух до пяти минут, Кевин, жди. Ну что, ребята, даже я уже своим воспаленным носом почувствовала, что здесь есть какой-то запах попкорна. Давайте посмотрим. Так, котики, аккуратно. Смотрите, ребята, сейчас будет горячий пар. Ребята, убирайте лица от экранов. Слушайте, я поняла прикол. Я чувствую запах, только когда пахнет очень горячим. Пахнет очень вкусно, с сыром. Я предлагаю снять первую пробу. Я вижу, у меня тут уже много желающих. Ореша хочет, но чувствует горячий пар. Да. Ну что, Ореш, горячо. Бильд, давай. Она уже остыла. Ореш, ну что ты мне поставила сюда попу? Мне так неприятно кушать. Ореш, подвинь хвостик. Ореш, дай мне, если она остыла уже. Ого. Ребята, кошка ест попкорн. Что? Что происходит? Мама, кинь мне один. Кевин, вови. Я съел, очень вкусно. Ой, мам, горячевата. Попробуй. О, мам, вкусно, не горячо, я буду. Ну что, Зверопап, приятного аппетита. Спасибо. Ну-ка попробуем. Ммм, вкусненькие. Лер, а может быть вы нам тогда корма положите? Пока вы попкорн кушаете, мы тоже перекусим. А то мы что-то тоже уже проголодались. Ничего себе, коты ели полчаса назад и снова проголодались. Пап, дай еще одну, пожалуйста. Я все пропылесосил за котами. О, спасибо. Ну что, ребята, давайте покормим наших котиков, потому что сегодня они ужасно холодные сегодня. Их сегодня кормила Маша, видимо, она положила им мало. Смотрите, ребята, у нас в кошачьей упаковке лежит вот такой вот половник. Этим половникам очень удобно набирать горсточки и класть котикам в миске. Что, ты уже так хочешь, мой мультик? Давай скорее. Так. Набираем вот так вот горсточку и кладем в мисочку. Раз, держи, тебе. Так. Тут уже урчание нахожусь. Ага. Это кому? Орешек. Дай еще положу кивус. Подожди еще чуть-чуть. Ореш, вот твоя маленькая порция. Иди сюда, кушай, я решусь. Орешек, Орешек, твоя вот. Ребята, если раньше мы кормили наших котиков три раза в день, то теперь мы их кормим, наверное, пять или шесть раз в день, но очень маленькими порциями. То есть, ну вот мы примерно кладем вот столько каждый раз. Когда они не доедают, мы это потом все убираем обратно и через, например, два часа снова им предлагаем. Раньше мы кормили их два-три раза в день и считали, что это правильно, но потом нам ветеринары сказали, что у котов немножко по-другому устроена вся эта желудочная система. И им просто обязательно кушать каждые два-три часа для того, чтобы у них не было никаких сбоев в работе желудка и кишечника. Поэтому теперь они у нас кушают вот так вот. Орешек, пойдем, конечно, тебя покормим. А у собак, кстати, ребята, вот это все работает немножечко по-другому. И собак действительно можно кормить два раза в день, утром и вечером, да? У нас, кстати, Вилька, когда был совсем щеночком, очень часто сам отказывался от еды, мог не есть даже двое суток. И для собак это не критично. Они сами регулируют, да, мой сладкий? Ну, только это не надо, конечно, путать с тем, если собака заболела и отказывается по этой причине от еды, тогда нужно бить тревогу. Давай. Приятного аппетита, малыш. Вот мой корм. Ну, вот смотрите, ребята, мы положили корм. И вот Кевин уже ушел туда. Он уже наелся. И съел он прям совсем-совсем чуть-чуть. То есть у него осталось еще очень много. Сейчас Ореша чуть-чуть покушает. Сладя. И вот тут вот кушает еще один просто огромный кот в свой корм. А вот это, ребята, уже миски котов. После того, как все поели, больше всех съел трехлапка с ладуня. Вот так вот. И тут еще кое-кто кушает. Я заметила. Ну что, ребята, теперь я приглашаю вас в ванну для того, чтобы набрать нашим котикам вот такой вот бассейн. И у нас есть для них кое-какой сюрприз. Я бы заботилась о котиках и налила не ледяную воду, а теплую. Она какая-то, у ребят, мутная. Замечательно. Котики только не пейте. И это водичка для губанья. Что-то Ореша уже напряглась, смотри, судя по глазам. Мальчики, я смотрю, вы уже спать легли? Пойдемте скорее. Бассейн. Ой, ты все для меня? Ну, конечно, ты самый главный любитель бассейнов. Я бы сейчас все бы выпила отсюда. Нет, Сладя, топить нельзя. Вот такую лягуху мы запускаем. Побежали, побежали. Я первая. Ничего, ты не первая. Все, что касается резинок, первая всегда я. Миша, Миш, а можешь, пожалуйста, меня лазером закружить так, чтобы я снова объединела? Ого, Ореша, это слишком серьезное задание. Сколько кругов сделает Ариэла? Ребята, считайте. Кто посчитал, пишите в комментариях. Будем ваши комментарии лайкать. Миш, ну все, мне уже плохо. Я уже не соображаю, где какие стороны света. А, что ты со мной делаешь? Миша, Миша, хватит, прекрати, я уже не могу. Сейчас ребята будут надо мной смеяться. Пьяная киса Орела, Ореш. Ребята, по традиции всех наших челленджей 24 часа, мы обязательно передаем приветы. Захожу сразу же под последнее видео, где мы строили картонный фургон, и мы с Кевином ищем комментаторов, кому мы будем передавать приветы. Так, ну слушайте, первый комментатор Пельмеш. У него 23 лайка, 9 ответов и очень милый котик, похожий на котика Кевина на аватарке. Ура, новое видео, в общем, у него очень большой комментарий, поэтому Пельмеш, мы с Кевином, с Билькой и со всеми нашими котиками передаем тебе большой привет. Спасибо, что смотришь наш канал. Кевин тоже хотел передать привет, но вот так вышел. Пельмешечный привет. Анита Ахмадулина первая заметила, что я заболела по моему голосу в видео. И реально, ребята, в тот день, когда мы снимали видео про картонный фургон, я очень плохо себя чувствую. У меня была температура, поэтому, Анита Ахмадулина, большой тебе привет от нашего канала. Мам, я просто там окошко и такой свежий вольт, как будто бы оттуда подует. Очень хочется туда. Кевин, ты хочешь комнату? Ну да, я не привык ночевать в коридоре. Следующий комментарий Алисия Смирнова. Привет, Лера и Миша, я очень хочу от вас привет. Можно? Ну, раз ты очень хочешь от нас привет, то, конечно, можно. Алисия Смирнова, мы передаем тебе большой привет. Не Габриэль. Я вас обожаю, вы выпускаете видео так часто, это очень круто. Не Габриэль. Мы передаем тебе привет от нашего канала. О, мам, давай вот этот. Смотри, Дмитрий Лебедев написал. Гром гремит, земля трясется, и эта билька в топ несется. Очень крутой и оригинальный комментарий от Дмитрия Лебедева. Дмитрий, тебе тоже большой привет. Мама, папа, что с Кевином? Делать ему скорее искусственное кошачье дыхание. Кевин, Кевин. Мам, да чего? Я просто отдыхаю. Не надо меня постоянно трогать. Я, ребята, иду в ванну. Но только тут мылся один грязный пес после прогулки. Поэтому мне сейчас надо сначала помыть в ванну, прежде чем ее набрать. Ну что, ребята, я уже помыла в ванну. У меня есть вот такая вот желтенькая бомбочка для ванны. Она уже начинает рассыпаться у меня в руках. Зарапа, можешь, пожалуйста, Орежь, давай лучше ты понюхай, пожалуйста, она пахнет чем-то. Орежь, Орежь, понюхай. Ой, Лера, да, она пахнет сода, я же глаза сводит. Так, все, Орежь сразу ушла, конечно. Давайте наберем воду и протестируем нашу бомбочку. Ребята, это первый раз, когда я растворяю бомбочку еще в ненабранной ванной. И, конечно, ребята, кто пользуется бомбочками, вы знаете, что самый кайф это взять и сделать вот так. То есть обязательно подержать ее в руке в тот момент, когда она плавится. Ну что, друзья, давайте теперь нальем вот эту вот молочную пенку. На ней, кстати, даже сзади специально написано, что это молочная пенка, кремовая, но, тем не менее, она полностью по вегану, то есть это не молоко. Ладно, давайте попробуем в нашу желтую ванну, в которой, кстати, плавает какой-то очень неприятный какаш, но я так понимаю, что это какой-то цветочек, который был в бомбочке, сделать пену. Так, котики, кто идет купаться со зверомамой, давайте делиться, а кто-то будет со мной смотреть ужастик и кушать второй попкорн, который у нас останется. Ну а что такие тупые вопросы задавать? Я, конечно, буду ужастик смотреть. Миш, ну я тоже, наверное, с тобой, потому что я твоя кошка, ты же знаешь. Так, отлично, двое уже есть. Билли, Кевин, вы как? Мам, я всегда с тобой. Только постели мне под ноги вот эту вот штуку, и я буду с тобой там лежать. Хорошо, Кевин, а ты что решил? Мам, ты же знаешь, я в ванну никогда не хожу, я тоже с папой. Ну вот так вот. Трое против одного, окей, ладно. Вилли, ты тоже фильм будешь смотреть? Пап, да, что это у тебя тут так уютно? А у мамы там надо в ногах лежать. Может, тогда поменяйтесь, с кем-нибудь какие-нибудь котики пойдут к маме? Да вряд ли они захотят? Где котики, а где купание в ванной? Это только орешки сладунова любят. Да и то, наверное, не захотят. Таз же только что был. Знаете что, дорогие предатели, как хотите, я буду купаться одна в своей желтой отписанной пене. Давайте подглядим, как тут у меня дела. Ой, у меня уже набирается пенка. Ну сейчас скоро будет просто красота. Ну что, ребята, мы надеемся, что вы досмотрели это видео до конца. Ой-ой-ой, Кевин хочет уйти. И вам понравились наши 24 часа в коридоре с нашими любимыми котиками. Так, я знаю, кто со мной пойдет в ванну. Посмотрите, маленький рыжий крысеныш собирается незаконно проникнуть в ванну. А говорила, не пойдет со мной. Не забывайте, пожалуйста, ребята, ставить свои пальчики вверх. Скоро на нашем влоговом канале Липота Фэмили мы вам расскажем подробнее, почему вот у меня вот это все красное на лице, как мы болеем, как нам на самом деле сейчас плохо, и мы страдаем. Почему я молчу сейчас постоянно? Потому что он не может гореть, он постоянно кашляет. В общем, ребята, до новых видео, мы вас очень любим, целуем и всем... Ты что-то Билю перегладил, он уже прибалдел. Биль, попрощайся хоть со зрителями, Биль. Билек. Пока, ребят, люблю. Субтитры подогнал «Симон»